Зачем люди делают сэлфи на фоне театра? Не знаю. Не знаю. Ну, мы живем в такое время, когда все судят по изображению, фотографии, внешнему виду. Я думаю, для того, чтобы быть сопричастным к искусству, для того, чтобы поделиться информацией о постановке театральной своими друзьями, родственниками в соцсетях. Фото – это не просто воспоминание. Оно, как и брошюра, как и билеты, хранит ощущение вот той самой атмосферы. Когда я пересматриваю свои фотографии, сделанные в театре, я вновь погружаюсь в ту атмосферу таинственности и магии. Делать сэлфи в театре очень важно для своей памяти. Очень часто я не помню, на какие спектакли я ходила, на какие представления, какие чувства и эмоции я тогда испытывала. И когда я смотрю на фотографию, она на визуальном уровне переносит меня в тот день и напоминает мне все мои эмоции, все мои чувства. Я возвращаюсь в тот день. Фотографии будоражат старые эмоции. Хочется смотреть на них и снова переживать те самые незабываемые дни. Я думаю для того, чтобы почувствовать себя героем произведения. Однажды в половине одиннадцатого, выйдя на улицу из театра на Большой Ордынке, я поняла, что держу спину ровнее, руки двигаются необычайно плавно, а за спиной будто ажурный кринолин. В душе проснулась испанская принцесса шестнадцатого века. Но как в таком прекрасном настроении не сделать фотографию? Мы хотим запомнить этот день, ведь выход в театр – это всегда праздник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я помню, как мы с другом ходили в театр имени Ермоловой на постановку «Гамлет», потому что мы очень любили это произведение оба. Нам захотелось посмотреть эту постановку с участием Александра Петрова, который тогда именно набирал популярность. Я смотрела на сцену с открытым ртом просто вот так вот и не могла поверить, действительно это происходит или мне это все снится. Именно в этот момент мой друг сделал селфи на моем фоне, когда я вот так вот просто сидела, смотрела на это все и пыталась осознать происходящее. Он сделал фотографию на моем фоне, совершенно неожиданную для меня. Я не люблю такие фотографии, на самом деле я всегда люблю постановочные, так чтобы выглядеть красиво, но эту фотографию я оставила, потому что это память именно о том моменте, когда театр впервые произвел на меня такое впечатление огромное. В театре я люблю гулять по фойе и рассматривать экспонаты. В театре кукол им не образцово, например, замечательная коллекция, и там каждая кукла со своим неповторимым характером. Поэтому мне кажется, в каждом театре найдется такое место для фото, которое бы отражало дух театра. Я думаю, что я больше фотографирую сам театр, нежели себя в нем. Однажды я со своей подругой поехала в Ригу, и там мы решили сходить в русский театр имени Чехова. И так как это было впервые в моей жизни, сходить за границей в русский театр, мы решили сделать фотографию, наверное, чтобы запомнить этот момент. Мне ближе к коллекционированию билетов. Они как документы, подтверждающие всю твою память о посещении другого, театрального мира. В тот день я сидела в первом ряду, и два часа пролетели незаметно. После спектакля я решила сфотографировать свои билеты на фоне вечерней Москвы. Честно признаться, я человек крайне суеверный, и однажды я оставила невидимку в театре, чтобы снова туда вернуться. Так может быть и селфи в театре мы делаем именно для того, чтобы каким-то образом наколдовать возвращение туда снова. Всем добрый день! Меня зовут Вера. С детства я очень люблю театр. Из московских музыкальных мой самый любимый театр Опереты. В конце апреля я с удовольствием приняла участие во флешмобе Театр Селфи, организованном медиапроектом Артист. И как же было приятно узнать, и неожиданно, что жюри выбрало меня победителем в этом конкурсе. Когда закончится самоизоляция, мы с мужем очень хотим сходить на мюзикл «Ромео Ви Эс Джульетта» 20 лет спустя в Московский театр Опереты. Спасибо организаторам конкурса за возможность выиграть два билета в любимый театр. Уважаемая Вера, я Максим Катарев, солист Московского театра Опереты. Поздравляю вас с победой во флешмобе, посвященному Международному дню театрального селфи. Наш театр дарит вам два билета на мюзикл «Ромео и Джульетта» 20 лет спустя. Я исполняю в этом мюзикле роль Генойского тоже. Я знаю, что вы очень хотели прийти на этот спектакль. Поэтому мы ждем вас с нетерпением. Как только двери Московского театра Опереты откроются для своих зрителей, ждем вас в нашем театре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова